Всем привет! Меня зовут Антон, и сегодня я немножко расскажу вам, что ждет вас CRM в следующем году. CRM – это важная часть нашего продукта. По нашей статистике, не менее 40% клиентов пользуются CRM каждый день. Ну и там очень много всего и всего очень много полезного. Но основной функционал сосредоточен вокруг четырех основных типов сущностей. Это лиды, сделки, контакты и кампании. У нас есть дополнительные типы сущностей, счета, коммерческие предложения и заказы. И вокруг этого есть огромный пласт дополнительного функционала. Это коммуникации, документы, роботы, дубликаты и много-много всего остального. Это все здорово, оно уже работает. И за многие годы работы мы сделали хорошие интерфейсы, которые людям нравятся, которые к ним привыкли. Но функционала дополнительного много, а мест, куда это пристроить, не так много. То есть, например, вот есть у людей потребности чуть больше, чем стандартные CRM. И они начинают засовывать какие-то свои вещи внутрь направлений сделок. Например, там доставку, еще какие-то вещи. То есть у каждого бизнеса свои какие-то есть хотелки. И они все начинают плодить в направления. И потом через некоторое время у нас в сделках 200 полей, 50 направлений. Непонятно, как с этим работать, появляется хаос. И хочется чего-то большего. Например, вот и Степан говорил, и до этого много раз звучало. Тот же документооборот. Хочется иметь какой-то удобный реестр документов CRM, у которого есть и поля стандартные, и стандартный интерфейс, и Канбанчик есть, и статусы какие-то представления. Или, например, вот в CRM есть богатый функционал работы с открытыми линиями. И мы хотим действительно завернуть их поддержку внутри CRM. Неважно, внешне это или внутренне. Чтобы у нас был и Канбан, и настройка карточки, и пользовательские поля. И, в общем, все, к чему мы привыкли. Или многие не только продают через CRM, но и закупают. И мы хотим иметь возможность работать с поставщиками, иметь товары, которые мы покупаем в каталоге, вести коммуникации с нашими поставщиками внутри нашей CRM. Да и вообще много всяких сценариев можно придумать. И для решения этих задач мы готовы представить вам динамические сущности CRM. Это возможность создать новый тип сущности, у которого будет привычный интерфейс, привычный функционал, карточка, таймлайн, Канбан. И при этом оно все будет работать привычным способом. Там будут роботы и все, к чему мы привыкли. Обычный интерфейс, обычная карточка. И все это в несколько кликов. Не надо будет ничего программировать. Буквально у вас в верхнем меню появится раздел, динамические сущности. Мы пока не знаем, как он будет называться, может переименуем. Зайдете туда, создадите новый тип, настроите его и все будет работать привычным способом. Только это будут уже не сделки, не контакты. Это будет отдельный тип сущности, но с привычным вам функционалом. Конечно, там будет REST. Можно будет добавлять через REST свои новые типы. Можно будет работать с элементами, с их полями. Все как обычно. И мне кажется, здесь отлично подойдет отрасливое решение, когда вы сможете запаковать в архив свои настройки нового типа. Когда у вас не будет стираться все, что есть, у вас будет просто рядом создаваться новый тип. И позже мы это сделаем. А теперь, раз у нас технопоток, давайте посмотрим, как это работает. Ну, я думаю, вы знаете, что у нас в CRM каждому типу сущности выделен идентификатор. И некоторым дополнительным элементам тоже. Мы и для связи в таблицах есть поле entity type ID, куда этот идентификатор типа сущности заносится. Мы использовали существующую схему, там ничего нового не придумали. Мы просто в таблице для динамических типов у нас появляется отдельная колонка entity type ID, где этот идентификатор хранится. При создании нового типа сущности создается динамически таблица для хранения данных элементов этой сущности. При этом значения пользовательских полей будут храниться в этой же таблице. То есть не будет больше отдельно там таблицы B, CRM, UTS, там еще что-то, UTM, где оно там все лежит. Оно не будет вообще кучи. Вот, пожалуйста, у вас есть отдельная табличка, которая привязана к определенному типу сущности, и все лежит только в ней. Это все работает похожим образом, как в RPA. Если кто-то читал документацию, можете посмотреть или сейчас почитать, там расписано, как это работает. И мы хотим сделать, чтобы функционал, присущий тому или иному типу, был настраиваемым. То есть если вам нужны направления, вы ставите галочку «Мне нужны в этом типе сущности направления», и они у вас появляются. У вас появляется интерфейс, у вас появляются настройки. Не нужны, значит, их нет. Вы их не видите, вы с ними не работаете. То есть такой шаг в сторону упрощения интерфейса. Аналогичным образом со стадиями, с некоторыми дополнительными полями, которыми мы уже сделали. То есть, например, у нас нет направления, нет стадий, нет дат, нет товаров и так далее. У нас можно сделать плоский список, типа контактов или компаний. Но это будут не контакты и компании, а что-то ваше, то, что нужно только вам. Народ ликует, Антон, народ ликует в комментариях. Уже собрались ехать в кабак, отмечать и спрашивают, что пьешь ты, как с тобой связаться. Ну, сейчас пандемия, с этим, конечно, сложно. Окей, хорошо. Ну, это все еще в работе. В разработке у нас находится расширение функционалов. То есть мы сейчас говорим только о базовых операциях над элементами этих сущностей. У нас в работе сейчас автоматизация, печать документов, конвертация, источники, интеграция с контакт-центром. Ну, то есть все это еще в работе. И когда мы над этим думали, над этим работали, у нас появилась идея, не можем ли мы сделать API, которая будет работать не только с новыми типами сущности, но и со старыми. Ведь ведь ничего невозможного, мы хотим расширить границы. И в старых классах мы нашли общие такие элементы, выделили слои какие-то. Например, это операции над элементами, которые выполняют создание, обновление, удаление и так далее, другие вещи. То есть независимо от того, с каким типом сущности мы работаем, алгоритм примерно одинаковый. И мы можем вынести это в отдельный слой API. У нас есть логика полей, которая поле может по-разному называться. Оно может быть привязано к разным типам. Но логика у него примерно одна и та же. Там есть поле клиент, оно неважно, оно там у сделки или у предложения. Ну, примерно одинаково работает. Зачем нам иметь несколько реализаций одного этого поля, если мы можем вынести его рядышком. У нас есть история timeline, где вот эта вся история, она вся работает примерно одинаково для всех типов сущностей. У timeline там уже вынесен отдельно, там уже более-менее порядок. И есть у нас слой представления в компонентах, да, где нужно там кастомизировать какие-то фразы, еще какие-то вещи. Но есть и препятствия. Например, у нас есть вот разные типы сущностей существующие. У них есть поля с одинаковым смыслом. Например, идентификатор стадии. Ну, вот он везде называется status ID, в сделках он называется stage ID. И, ну, ты ничего не можешь с этим поделать, да, мы не можем переименовать это поле, потому что мы нарушим обратную совместимость. И это касается не только этого поля, таких полей несколько, логика эта, она много где есть. И для того, чтобы это препятствие преодолеть, мы решили инкапсулировать доступ к данным в абстрактном классе с серым item. То есть, когда публичная API будет работать с этим объектом, ему будет неважно, к какому типу сущности оно принадлежит, к какой таблице хранятся данные об этом элементе, как поля называются. Неважно, потому что мы сделаем именованный набор методов, там, get stage ID, set stage ID, да, где вы можете работать с идентификатором стадии. И вам, как бы, ну, неважно, как под капотом, в какой таблице оно хранится, как оно работает. Есть общая публичная API. Кроме того, там будет ряд вспомогательных методов, да, получить тип, идентификатор типа сущности, получить данные об этом элементе в виде массива, JSON-сералайз метод, который вернет вам данные для фронтенда, save-delete для выполнения, там, сохранения и удаления. И особенность в том, что это все обертки над URM-объектами. То есть, это не их наследники, они внутри себя содержат URM-объект, работают с ним, но делают вот эту операцию по инкапсуляции. И так как у нас для хранения направлений в новых динамических типах добавилась новая таблица, нам пришлось ввести еще и похожий класс для хранения данных о направлениях. То есть, у нас есть направление в сделках, направление в динамических типах, и, как бы, есть общий класс доступа к данным, но при этом данные хранятся в двух разных таблицах. Для того, чтобы это все корректно работало в привязке к типу сущности, мы воспользовались паттерном абстрактная фабрика. Когда у вас есть абстрактная фабрика, находится она в неймспейсе CRM Service Factory, у нее есть методы, которые возвращают абстрактные классы. И реализация этой фабрики для какого-то конкретного типа сущности будет возвращать классы специфические для этого типа сущности. Ну, такой классический паттерн. Вот, например, у нас есть GitItems, который должен по сигнатуре вернуть массив таких-то объектов. Он, значит, в фабрике для коммерческих приложений вернет массив элементов только уже наследников, которые работают с приложением. И, кроме этого, у фабрики будут методы, ну, они уже сейчас есть на самом деле, которые отвечают за то, какой функционал этому типу сущности присущ. Например, и stage-enabled вернет true, если этот тип сущности умеет работать со стадиями. Например, если мы когда-нибудь сделаем фабрику для контактов, этот метод всегда будет возвращать false, потому что у контактов нет стадий, там ничего не сделать. Для предложения он всегда вернет true, а если мы работаем с динамическим типом, то он вернет то, что у нас написано в настройках этого типа сущности. И аналогично с другими, там есть, с другим функционалом. Идея в том, что поля для работы с вот этими вещами, они на самом деле там в таблете всегда есть, но интерфейс на ней не будет выводиться. Нам кажется, ну, это показалось удобным. Возможно, мы даже сделаем, что вы сможете динамически менять настройки. То есть, например, не было направления, там год поработали, раз они вам понадобились. Пожалуйста, включите, поля у нас все на месте, только, ну, возможно, потребуются какие-то операции там по апдейту данных и приведениях в актуальное состояние. У нас есть API отдельно для операции. Но опять-таки здесь вот часть кода взята из RPA, то есть часть наработок мы оттуда использовали. У нас есть базовый класс Operation, который реализует стандартный алгоритм. Он примерно везде одинаковый. Проверяем права, делаем какую-то логику полей, сохраняем базу данных, еще какую-то логику там сохраняем в истории и вызываем автоматизацию. У этого базового класса есть наследники AddUpdate, Delete, и фабрика конкретная может реализовать свой вариант вот этой операции. Пожалуйста. Но я думаю, что это будет сильно сложный сценарий, и в базовом варианте у нас пока все работает через стандартные классы. Кроме того, вот для того, чтобы это все через стандартные классы работало, мы вот вынесли поля в такой отдельный слой логики. У фабрики есть метод GetFieldsInfo, который возвращает массив с описанием полей. Он совместим со старой API. То есть у нас в старых сущностях есть ccrmLitGetFieldsInfo, ccrmDealGetFieldsInfo. Он возвращает массив с описаниями полей. И здесь у нас такая же структура, только есть дополнительные ключи класс. Он может вернуть конкретное имя класса наследника CRMFields. Если у вас есть какая-то специфическая этому полю бизнес-логика, и вы хотите, вы реализовали ее отдельно. И сеттинг с набором дополнительных настроек, которые могут быть… Ну, то есть логика поля может быть одинаковая, но типа сущности могут какие-то свои быть уникальные настройки. Собственно, этот базовый класс CRMFields, у него есть такие вот методы. Процесс-атрибьют, он обрабатывает атрибуты методов. Атрибуты у нас там бывают ReadOnLi, NotDisplayable, Immutable, еще что-то. Они такие вот… То есть поля могут быть разные, но вот эти атрибуты, их можно между полями шарить, и вот эти кусочки логики переносить туда-сюда. Мне кажется, это удобно. Оно раньше работало, и мы эту логику оставили. Есть метод ProcessLogic, который в базовом классе пустой, но вы там можете переопределить какую-то свою бизнес-логику, специфичную для вашего типа сущности. И есть ProcessAutoSave, там бизнес-логика, которая вызывается после сохранения. Если бывает такое, что вы сохранили, вам все равно что-то еще надо сверху сделать и пересохранить еще раз элемент. Иногда есть такой, например, с полем типа номер. Вот есть такой еще метод. Для того, чтобы работать удобно с объектами, с инстансами фабрики, с информацией о типах сущностей, у нас есть сервис-контейнер, который работает через сервис-локатор. То есть у него там есть метод getInstance, но он по факту не синглтон, он обращается к сервис-локатору, чтобы получить инстанс себя. Он хранит в себе кэш-объектов, кэш-фабрики и еще там какие-то связанные вещи, которые не хочется таскать туда-сюда. Вот такой у нас есть на данный момент набор сервисов. Это новая API, которую мы сделали, чтобы это все работало. Как бы не все из этого до конца реализовано, не все из этого… Это не окончательный вариант, что-то добавится, может быть, что-то уйдет. Часть из этих сервисов опять-таки переехала из РПИ. Допустим, там директор сценарио для выполнения каких-то операций. Вот есть небольшие сниппеты кода. Допустим, у нас есть какой-то entity type ID. Вот если мы знаем идентификатор типа сущности, мы получаем фабрику для этого типа сущности. Потом у фабрики спрашиваем, есть ли направление, значит загрузение направления. Есть стадии, да не стадии. И потом спрашиваем, допустим, элементы, что-то с ними делаем. Выводим в Грид или дальше. Антон, я прошу прощения, здесь поток благодарности до сих пор не прекращается. Настолько серьезно, настолько тебе просят выписать премию, повышение тебе дать. Просят указать хотя бы год, когда выйдет эта сущность от Иисуса Христа. Ты понимаешь, спасение ты явил народу вот этим своим докладом. Я прошу прощения. Следующий слайд, по-моему, про сроки. Для выполнения операции мы получаем элемент из фабрики, вызываем у него сеттери, то есть там опять, да, нам не важно, где хранятся значения этих полей, мы просто их обновляем. Потом получаем объект операции, который мы хотим сделать над этим элементом, запрашиваем его в этой же фабрике. Можем эту операцию сконфигурировать, то есть отключить право доступа, там еще есть у нас пара методов, и, собственно, запускаем эту операцию. Она вернет нам объект result, откуда мы можем получить там ошибки или какие-то дополнительные действия. Но основное это то, что у нас есть объект, вот этот item, когда операция закончилась, у item новое состояние, новое значение полей, все у него. У нас есть там такие же, как в RM объекте, методы, remind, actual, там, другие, в общем, для того, чтобы состоянием значения полей было удобно работать. При этом у item опять-таки есть метод save, есть метод delete. Вам не обязательно вызывать этот объект операции. Если вы хотите просто записать данные в объект, не обязательно вот эту обертку ей пользоваться, пожалуйста, вызывайте напрямую save, напрямую delete, и оно также будет работать. Просто у вас не пойдут записи в историю, не запустятся роботы и все остальное. Ну вот теперь слайд. Когда ждать? Ну, я надеюсь, вы понимаете, что кодовая база CRM, она просто огромная. Это очень большой модуль. Он старый, там много легоси. И мы активно работаем над тем, чтобы сделать новое API, чтобы оно хорошо вписалось в интерфейсы. Но это большая работа. И как бы пока что мы планируем, что зимой у нас выйдет фабрика для предложений, и у нас автоматически у приложений обновятся интерфейсы. У коммерческих приложений будет новая карточка, там появится таймлайн, и оно будет работать на новом API. И мы планируем, что примерно в это же время мы в бете выпустим возможность создавать вот этот новый тип сущности, у которой будет функционал хотя бы не хуже, чем у предложений. Это будет базовый функционал, но лучше, чем ничего. После этого мы займемся наращиванием функционала вокруг этих, собственно, динамических типов. Будем делать печать документов, будем конвертацию делать между типами, чтобы вы из льда могли создать элемент нового типа сущности. И наоборот, чтобы у нас все было такое сквозное прозрачно. И будет у нас интеграция с контакт-центром, чтобы открытые линии могли создавать не льды сделки, а вы могли создавать элемент нового типа сущности. Но при этом я думаю, что мы постараемся сделать все это настраиваемым. То есть если вы хотите, чтобы этот тип сущности у вас в контакт-центре не торчал, у вас будет соответствующая галочка, и его там никто не увидит. А если вы хотите, чтобы оно там было видимо, значит галочку поставить, и оно там появится. Дальше мы займемся автоматизацией. То есть, ну это Антон у нас займется этим вопросом, я надеюсь. Мы планируем, что у нас появится новая API внутри вот этого фабрики, которая займется автоматизацией. И в это же время мы примерно сделаем фабрику для щитов. И автоматически у нас в предложениях и в щитах появятся роботы и бизнес-процессы. Потому что все будет работать через новую API. Теперь, что касается остальных старых типов сущности. Лиды, контакты, компании. Не знаю, будем ли мы переписывать их на новую API. Хотелось бы, но опять-таки там огромные объемы. Мы ничего не можем обещать. Это очень далеко идущий план, и нам бы вот это разгрести как-то. Сделки и заказы вообще вряд ли когда-то они будут переписаны. Боюсь, что еще долго нам придется писать CCRM deal. И вот это все. Конвертация между типами сущности. Да, будет. Вот она будет в районе весны. Ну, в общем-то, это примерно все, о чем я хотел рассказать. О том, что у нас будут новые динамические сущности CRM. Что они будут классные. Мы ждем, когда это все можно будет попробовать. И немножко рассказал, как это работает. Надеюсь, вам было интересно. Теперь, зачем это мы все рассказывали? Ну, во-первых, нам нужна обратная связь. Как бы, мы считаем, что разработчики и партнеры это важно. Нам важно получать от вас фидбэк. Можете прислать его на партнерский портал. Ну и что, давай, может быть, после сегодняшнего твоего доклада, ты на портале P, напишешь пост. Я тебе даю гарантию, его поддержит большая часть там присутствующих. И там тебе этот фидбэк дадут. Ну, окей, хорошо. Да. Это прям самое-самое лучшее. Плюс, если хочешь, мы можем еще, коллеги, как вам удобно, там через наши фейсбучные группы тоже написать посты для сбора фидбэка. Я знаю, что некоторые сидят только в фейсбуке, они на нашем портале принципиально. То есть, приходи, приходи, мы можем это устроить. Ну, хорошо. Нам на самом деле фидбэк важен. То есть, почему? Потому что нам нужно знать, что из функционала надо сделать в первую очередь. Потому что его очень много. И нам важно, что, допустим, печать документов никому не нужна вот из этих новых динамических типов. А, например, нужны в первую очередь роботы. И мы подумаем о том, что, ну, наверное, надо на роботах сосредоточиться. Или еще что-то другое. То есть, вот нам кейсов использованы очень много. Но мы не сможем сразу все сделать. Нам нужно понять, в каком порядке это выпускать. И нам нужен фидбэк. Приоритет, да. Ну, и также, наверняка, кто-то из вас сталкивался с похожей задачей. Потому что, ну, она, там, мы ее не придумали. Да, это довольно типовая задача. У нас даже в курсе где-то есть статья по поводу того, как это делать. Мне хотелось бы услышать, с какими сложностями вы столкнулись. Что было проблемой. Там, не знаю, вот это не завелось. Ну, мне, правда, будет интересно это узнать. Это нам поможет в работе. Ну, и, конечно, чтобы вы знали о том, что, если у вас впереди моя такая задача сделать новый тип сущности в CRM, возможно, есть смысл немножко подождать. Когда оно выйдет, и уже воспользоваться тем, что будет от нас. Либо другой вариант, делать ее хотя бы совместимо. То есть вот тут примерную схему API разрисовал. Вы можете на нее посмотреть и попытаться сделать совместимо, чтобы когда оно выйдет, можно будет фабрику унаследовать. То есть у нас все идет через сервис-локатор. И, зная строковый идентификатор определенного, там, для определенного типа сущности фабрики, можно будет фабрику для этого типа сущности переопределить. И в коробке там закастомить можно будет все, что угодно. То есть мне кажется, что на данный момент интерфейсы CRM, они стали очень сложными, но очень полезными и комплексными. И иногда люди уже не хотят кастомить эти интерфейсы. Они хотят именно вот, чтобы интерфейсы стали как есть, но чтобы можно было бизнес-логику подшаманить. И вот как раз выход в сервис-локатор нам добавляет такую возможность. Мы стараемся все инстансы классов получать через него. И вы сможете там, собственно, что-то подложить. Причем абсолютно легально. Ну, в общем-то, это все, о чем я хотел рассказать. Окей, у нас есть вопросы. Я пост для сбора фидбэка, я прямо сейчас пишу коллегии. Вот пока я сейчас задаю вопрос, я его опубликую на портал PES. Кину вот сюда вот ссылку, и я тебя добавил там в получателя. И ты будешь прям уже получать, да, просьба отправить свой адрес. Да, 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 номер карты и номер смс. Значит, вопросы, которые были относительно вот этой вот сущности с небес, как я называю, значит, смотри. Есть у тебя информация уже о том, на каком тарифе это будет? И будет ли какая-то градация по тарифам? Никакой маркетинговой информации сейчас нет. Как видите, это тишка должна была. Но ты видишь, что надо, да? То есть люди готовы покупать. Не, ну, это не ко мне вопрос. Я как бы... Ну, хорошо. В релизе не было информации, поэтому маркетинг еще не проработал. Вот здесь говорят, отдать тебе все три приза за лучший вопрос. Вообще, да. Значит, смотри. Ну, ты уже сказал, ну, еще раз подтверди, что у этой сущности уже ты планируешь какую-то связь с автоматизацией, да, с бизнес-процессами, с роботами или как? Ну, конечно, в этом же есть смысл, что у нас движок роботов, бизнес-процессов, он огромный, он богатый, он много чего покрывает. Но тут как бы не я это буду делать, это будет делать другой Антон. Антон, вот он видит, он там сидит, я вижу, что он радуется, он говорит, да, да, я буду делать. То есть, вместо всех тех обещаний, которые мы недавно называли, он сделает автоматизацию к этой сущности. И призы с тобой разделят. Да, мы вместе будем работать над ним. Как будут лежать множественные поля в ней? У нас динамически создается отдельная таблица на каждый тип поля, где хранятся значения этих полей. При этом в основном таблете для элементов создается поле, где хранится массив в JSON-е со значениями этих полей. В RPA то же самое, можно посмотреть. А какая-то конвертация будет вообще? Не конвертация, а, да, конвертер прежних полей будет или ожидается или нет? Ну, эта схема будет работать только для новых типов сущностей. То есть, в сделках оно как было, так и останется. Окей, окей. А слушай, это вот здесь спрашивают, заменой RPA это не будет? Нет, конечно, это не замена RPA, потому что RPA, там есть задания, там есть другие какие-то фишки. С CRM это работа с клиентами, с товарами, вот это все. В RPA зачем он товар, зачем он туда втащить? Ну, хорошо, дальше вопрос. Появится ли фильтрация по незаполненным полям? Где? В новой сущности. Ну, на уровне URM, наверное, да, можно будет написать null. Если речь о гриде, то если грид это поддерживает, и в фильтре в нашем можно как-то указать пустое значение, то значит будет. Но, по-моему, такого в интерфейсе нет. Вот скажи, а вот здесь Иван прям, Иван, да будет, будет, в Неве будет, мы обещаем, будет, Антох, будет, да, будет, уже разработка уже идет. Значит, смотрите, еще, здесь будет ли какая-то уже связь вот этой новой сущности с магазином? То есть, например, нужны в заказах направления, там, я не знаю, либо еще какая-то связь? Ну, во-первых, заказы мы трогать не будем. У заказов и так хорошая API, там все красивенько. И мы туда никак со своей фабрикой не подлезем. По поводу связи у нас есть пользовательское поле типа привязка к элементам CRM. И если вы в своем типе сущности поставите соответствующую галочку, что это поле участвует в этом, в смысле, это тип участвует в этом поле, то тогда в заказе можно будет создать поле и туда заполнять привязки к вашим новым типам сущности. Здесь у нас уже просто нет возможности это не сделать. Причем как можно быстрее, Антон, может быть, даже еще быстрее, чем ты озвучил. То есть, уже буквально на следующей неделе придется что-то отдать. Не, не, не ждите даже. Это очень долгая история, мы находимся. На этапе первой реализации будет ли какая-то связь с задачами и проектами? Вообще, ты, может быть, озвучишь, есть ли какой-то план того, с чем уже точно будет какая-то хотя бы минимальная связь взаимодействия? Вот, смотрите, на данный момент основной у нас план и фокус в том, чтобы перевести предложение на новое аппе. И вот все, с чем сейчас умеет работать предложение, оно будет. Предложения нет связи с задачами и проектами, ну, извините, значит, и в новом типе пока что их не будет. Ну, вот опять-таки будем собирать фидбэк, фичи. Но, видите, здесь есть фичи общего плана, которые касаются всей CRM в целом. Они важны, но они касаются CRM в целом. В данный момент мы сфокусированы вот на динамических типах и на том, чтобы в них воспроизвести существующий функционал. Это отдельная тема, то что CRM продолжает развиваться, и она развивается рядышком, а мы тут со своими динамическими типами где-то сбоку. И в некотором роде нам какое-то время надо играть догоняющего. И как бы мы не сможем что-то изобрести раньше, чем это будет сделано в основной части CRM. Поэтому мы сначала делаем предложения, выпускаем их, и потом оно все как-то смешивается в единую структуру, старое, новое, и потом уже будет появляться новый какой-то функционал в CRM в целом. Мы сможем завернуть его, если получится, через новые сервисы, и тогда оно автоматически появится во всей CRM. Коллеги, я только что опубликовал пост на портал P. Я скинул вам ссылку сейчас в чат, вы можете по ней перейти и уже там давать Антону фидбэк. Только, пожалуйста, я прошу конструктив. Мы хотим опираться на ваш фидбэк, а для этого он должен быть конструктивным. То есть мы это увидим. Есть еще вопросы. Есть еще вопросы. Вот к этой новой сущности, вот опять здесь просят открыть за весу тайны, будет ли как-то уже, можно ли будет как-то использовать генератор документов, за которые ты, кстати, отвечаешь? Ну, я говорил о том, что… И будет ли он как-то работать в связке с автоматизацией? Ну, еще раз. У нас в новых типах сущности не появится чего-то принципиально нового, чего нет в существующей CRM. Наоборот, там будет жуткий недостаток. У нас в CRM там и космические корабли летают, а в динамическом у нас в первой вариации будет просто списочек с гридом и фильтром. Там не будет даже роботов. И документов, скорее всего, в первой итерации тоже не будет. Хотя, ну, я там делал подход, потом забросил его. Но тогда оказалось не так просто. То есть мы планируем это сделать, но оно будет. Неизвестно, когда и в каком порядке мы все это будем выпускать. Окей, вот здесь еще вопрос такой, что я не знаю, как это получится у тебя реализовать, но будет ли какая-то возможность, может быть, придумая что-то дать, потрогать API вообще до беты, чтобы не через облако, там, в начале в коробку. Я знаю, что у нас это маловероятно, но тем не менее, может быть, то вот как ты видишь. Ну, как можно пощупать? Оно или готово, или не готово. Я могу, ну, если прям реально есть запрос, не знаю, ревью какую-то от сообщества получить. Ну, я могу опубликовать. А может быть с Алексеем пообщайтесь? Я что-то смотрю, прям такой живой интерес. Вот Леша нас читает, я вижу, отвечает, наверняка и слышит. Ну, может быть, что-то, как-то вы что-то замутите. Не знаю. Ну, может быть, как-то что-то замутим, но пока... Давайте, коллеги, вообще, мы услышали, что есть такой запрос от вас, и мы, может быть, что-нибудь придумаем. Еще вопрос. Если все новые сущности будут основаны на новом API, а заказы и сделки будут на старом, то не возникнет ли тут трудностей в будущем? Да, возникнут. Ведь придется поддерживать и старое, и новое. Верно. А может быть, только поддерживать только новое, а старое забыть и любить ее? Это в наших мечтах. Ну, то есть будут сложности, да? Ну, то есть будут большие сложности. Ожидаемые. Вот там, например, в последнем обновлении CRM скоро выйдет рефакторинг канбана, который мы сделали. Раньше там в классе компонента было много проверок по месту, такой тип сущности, сякой. И мы вынесли вот эти сущные созависимые вещи в отдельный слой для того, чтобы, опять-таки, потом можно было сделать канбан для динамических типов. И оно там уже работает. И это касается… Канбан – это только часть CRM. То есть у нас очень много вещей, где нет в рентайме никаких проверок. Или наоборот, они там за хардкожные. Но это кода очень много. Мы даже не знаем пока, с чем нам придется столкнуться, с какими сложностями. Вот здесь пишут, что вообще-то нужно весь битрикс на новых сущностях теперь построить, переделать. Нет. Ну это как раньше думали о том, что инфоблоки – это решение всех проблем. Динамические типы. Ну то есть у нас в ядре есть API, который позволяет создавать вот эти типы и к ним динамически создавать таблицы. Вот API есть. Пожалуйста, если вам это надо, вы можете его использовать. Оно там по факту как highload блоки работает. То есть если я правильно понимаю, то на следующей партнерской конференции, которая состоится скорее всего весной, ты уже будешь рассказывать возможности, да, выпущенные штуки, реализованные, будешь говорить чего и как. Ребят, смотрите. Правильно понимаю? Ну, наверное, там… Да, 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 коллеги. Он говорит, да, он сказал «да». То есть он, наверное, подразумевал «да». Все будет реактивное, да? Что значит «ребята»? Я не знаю, но это, наверное, суперское, скоростное, да, Евгения? Подозреваю, что так. Ну… Да. У нас единственное, о чем мы думаем в разрезе производительности, что у нас отдельные таблицы выделены для элементов. Возможно, это как-то скажется на производительности и будет немножко лучше. Окей, еще вопрос, парочка вопросов буквально. Кстати, у нас еще есть время, ты вспомнишь, что хочешь сказать, давай. Значит, вопрос, будут ли сквозные роботы между сущностями? Это не ко мне вопрос. Я, правда, не знаю, что такое сквозные роботы, поясните, Александр, может быть, я не понял. Но вообще про автоматизацию Антон уже говорил, то есть можно будет… Это прям часть, часть фишки. Ну, роботы будут. Какие они будут, как минимум, стандартные. Будут ли какие-то новые типы, но это тоже не ко мне. И еще. Будет ли… Вот два вопроса. Будет ли какая-то связь у этой новой сущности уже с 1С? Ну, наверное, когда-нибудь будет. Вопрос только в том, когда. Через год, через два. Вот здесь стоит в студии Маша Цаша, он пока что говорит, да, скорее всего, будет. Мы это будем делать. И еще один вопрос. Будет ли маппинг полей при конвертации? Слушай, есть вопросов по ней, есть. То есть прям спрашивают и спрашивают. Ну, маппинг полей, само собой, будет. Как без маппинга можно конвертацию сделать? И она на самом деле сейчас конвертация элементов между собой в CRM, она через этот маппинг работает. То есть нам здесь даже не придется сильно новое API писать. Оно уже есть, мы им воспользуемся, просто допишем, чтобы оно с новой фабрикой дружило. Вот здесь еще вопрос, конечно, уже не про новую сущность, но ты упомянул про real-time в компании. То есть он куда-то еще попадет? Ну, он в одном из следующих обновлений CRM уже собрана, да. Он только будет в CRM или мы его в задачи тоже засунем? Только в CRM. Коллеги, считаю, до трех раз, до трех вопросов больше нет. Я думаю, что тогда, Антон, большое тебе спасибо. Там аккуратно, там наверняка стоят партнеры, сейчас будут выносить тебя с офиса на руках. Прям очень-очень-очень хотят пересислить тебе все деньги мира. Это замечательно и правильно. Коллеги, ну а мы приступаем к нашему завершающему докладу. Он называется «Интеграция с 1С. Новинки и планы». Наш клевый ведущий разработчик Сашка Денисюк, да, вы все прекрасно знаете, готов быть заваленным вопросами от вас и готов рассказать вообще все.